МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благовещенск – один из самых дешевых городов для проживания в ДФО. Такой вывод сделали специалисты Росстата. Они оценили индекс стоимости жизни в трех сотнях российских населенных пунктах. Самым дорогим оказался Анадырь. В ближайшие 15 минут обсудим и другие новости. В студии для вас работает Дмитрий Козлов. Здравствуйте. Но прежде основные темы выпуска. Благовещенск, который, безусловно, имеет все шансы стать одной из столиц российско-китайских отношений, одной из туристических столиц. Туристический фасад страны. Глава Минновостокразвития Алексей Чекунков оценил, как идет строительство стратегически важных для области объектов. Ценные кадры. Аналитики составили рейтинг самых дорогих вакансий в области. Суммы с пятью нолями готовы платить директорам и шеф-поварам. Страус принес. Благовещенцы, которые выращивают нелетающих птиц, готовятся к пополнению в пернатой семье. Для этого создали идеальные условия. И к первой теме. Золотая миля в Амурской столице может стать одним из самых популярных мест на Дальнем Востоке, а сам Благовещенск с туристической столицей. Об этом журналистам заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он посетил наш регион с рабочим визитом. В первый день вместе с губернатором Василием Орловым побывал на двух значимых для Преамурья стройках. Все подробности у Кристины Слепцовой. Если верить показаниям смартфонов, в 9 утра в районе стройплощадки канатной дороги было минус 18 градусов. По ощущениям, съемочные все минус 30. Рабочие, видимо, к таким условиям труда привыкли. Единственное заметное утепление на них – капюшоны. Мороз они не замечают из-за того, что непрерывно работают. Не нарушил график стройки даже визит федерального министра и губернатора региона. Протяженность канатной дороги у нас составляет 970 тысяч метров. Это терминал с нашей стороны. Как площадь терминала? 26 тысяч квадратных метров. Площадь достройки 4,9 гектара. Торговая? Торговая, пищевая, да, там полностью и отдых. А пограничные? Пункт пропуска, все там внутри, да. Ну, внутри дюйтифри при этом? Да, да, да. Зона отдыха, общепиты, магазины беспошлиной торговли – все это включит в себя терминал канатной дороги. Сама международная переправа будет состоять из двух параллельно расположенных секций и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Общая длина, рассказали Алексею Чукункову, составит 976 метров. Путешествовать из Поднебесной в Россию и обратно пассажиры будут в вагончиках вместимостью до 110 человек. Пропускная способность дороги – 457 пассажиров в час или 6-7 тысяч в день. Планируется, что работать канатка будет с 8.00 до 23 часов. Объект возводится на средства инвесторов. В настоящий момент у нас выполнен подготовительный период, фундамент полностью терминала залит, сейчас выполняются у нас вертикальные конструкции, а также у нас первый этап из трех по пилону, как раз у нас будет здесь крепиться канатная дорога. Завершить строительство планирует в 2023 году губернатор Преамурья Василий Орлов также рассказал министру о золотой миле. Напомним, в рамках этого проекта в Благовещенске возводят городской центр «Трибуна-холл», в котором разместят археологический музей, музей российско-китайской дружбы, новую площадь для зрелищных мероприятий, парк, аллея фонтанов, детский развивающий центр и игровые площадки. Находимся на правом берегу, опора номер 6. В целом объект представляет 9 километров, из них уставая часть 2 километра. Не менее значимый объект, на месте строительства которого также побывал Алексей Чекунков, новый автомобильный мост через Зею. Этот крупнейший объект в рамках программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры области возводят по поручению президента Владимира Путина. Техническая готовность переправы по итогам 2021-го – 50%. Полностью готовы 13 из 26 опор перехода. Сдача моста назначена на сентябрь 2023-го. По итогам выездных совещаний министр Минвостокразвития отметил, что когда начнет работать канатная дорога, будет готов новый автомобильный мост, реализован проект «Золотая миля». В городе образуется своеобразный туристический фасад и не только в Благовещенской области. Это туристический фасад нашей страны, России, визаве нашего большого важного соседа Китайской Народной Республики. Когда это все запустится, я думаю, наступит новая страница и в отношениях наших приграничных регионов. И будет реализован тот важный потенциал, который для Дальнего Востока является стратегией развития Благовещенской, которая, безусловно, имеет все шансы стать одной из столиц российско-китайских отношений, одной из туристических столиц. В четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков планирует посетить с рабочим визитом также Тынду, осмотреть там ряд объектов, направленных на развитие столицы Бама. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». К 2025 году в Амурской столице засияют полсотни зданий. Планами по архитектурной подсветке на ближайшие два года поделился мэр Олег Имамеев в своем телеграм-канале. Известно, что в этом году уже приняли решение по 12 объектам. Среди них шесть школ, прогимназия на Горького Богдана Хмельницкого, третья спортшкола, городской дом культуры, корпус музыкальной школы, филиал УКЦ в микрорайоне и здание администрации на Ленина 108-2. Уже монтируют прожекторы на высотках, на Ленина и Политехнической. Они дополняют речной фасад Благовещенска. Работы ведут в рамках концессионного соглашения по уличному освещению при поддержке спонсоров. В ближайшие дни засияют и два путепровода на Театральной и Чайковского. С 2019 года в областной столице стали ярче 48 объектов. Это соцучреждения, здания культуры и спорта, исторические постройки. Память ку деревянного зодчества начала 20 века в Благовещенске вернут первоначальный облик. Речь идет о доме Саяпина на Амурской 216. Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения началась. Возвращение первоначального вида предполагает замену нижних поврежденных венцов здания, внутренних систем электротепла и водоснабжения, вентиляции, сигнализации, реставрация кровли и фасада. Кроме этого запланирован ремонт всех помещений и благоустройства прилегающей территории и прочее. При разработке документации провели исследовательские работы и выяснили, изначально здание было зеленого цвета. На этом варианте и решили остановиться. Масштабных преобразований старинная постройка не переживала с 1912 года, когда дом возвели. Реконструкция обойдется в 47,5 миллионов рублей. Средства выделили из областного бюджета. 700 несовершеннолетних амурчан пролечили от коронавируса в областной детской клинической больнице с начала пандемии. В медучреждения поступают пациенты со всего Приамурья. В четвертый раз там открывают красную зону. Всего госпиталь, развернутый в АУДКБ, рассчитан на 30 коек. Поступают сюда пациенты от 0 до 18 с пневмонией, ковидом, тяжелого течения и средней тяжести. Сейчас больницы ожидают наплыв больных, зараженных омикроном. Медики говорят, что у детей заболевание проявляется в виде ОРВИ и поражает ЖКТ. Цитата. «Госпиталь у нас всегда был полностью загружен во все периоды эпидемии. Сейчас фиксируем небольшой спад после январских праздников. Но мы видим, что в стране начинает расти уровень заболевания, в том числе и за нового штамма. Новый штамм более контагиозный, у него более быстрый путь распространения. Один человек в среднем заражает 8. Этот штамм менее агрессивный, но он больше распространяется в детской возрастной группе». Конец цитаты. Специалисты добавляют, у детей заболевание COVID-19, независимо от штаммов, протекает менее агрессивно, чем у взрослых. Главный врач АУДКБ Руслан Белоус настаивает, что родители детей должны вакцинироваться. Тем временем 144 юных амурчанина уже привились от коронавируса спутником М. Об этом рассказали в региональном Минздраве. Всего в область поступило 720 доз препарата для подростков от 12 до 17 лет. Вакцину распределили по поликлиникам области. Прививают детей добровольно и только с письменного согласия родителей. Тем временем глава центра Гамалея Александр Гинсбург рассказал, всего в России спутник М поставили 10 тысяч подростков. Медики напоминают, вакцинация – единственный на сегодняшний день эффективный способ профилактики COVID-19. Амурчане старше 18 лет могут привиться в поликлиниках области. Мобильные пункты, которые работали в торговых центрах, решили свернуть. По словам министра здравоохранения Преамурья Светланы Леонтьевой, это связано с низким спросом. И к другим темам. 580 тысяч бюджетных мест распределят между вузами страны на 2023-2024 учебный год. Конкурс объявили в Миноборнауке. Участвовать в нем могут все вузы и организации дополнительного профессионального образования, кроме тех, которые подведомственны Министерству культуры. Для них ведомство проводит свой конкурс на 10 614 мест. В Миноборнауке страны отметили, что, как и в прошлом году, в лидерах по объему бюджета научные отделения по направлениям бакалавриата остаются образования и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, сельское, лесное и рыбное хозяйство. Лечебное дело – лидер среди мест на специалитете. 700 тысяч рублей директору по строительству и 400 тысяч – шеф-повару китайской кухни. Столько готовы платить работодатели Амурской области и этим специалистам. ТОП-5 самых дорогих вакансий региона составили аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Для этого специалисты проанализировали 4000 вакансий, которые размещали в Преамурии в январе 2022-го. На первом месте рейтинга – директор по строительству, изоляционные работы с зарплатой от 300 до 700 тысяч рублей. Работодатель ищет топ-менеджера с уверенным опытом в сфере промышленного строительства и предлагает поучаствовать в интересном и высокооплачиваемом проекте. В серебровой вакансии шеф-повара – китайская кухня. Ему готовы платить минимум 400 тысяч рублей. Правда, работать такому спецу придется в условиях Крайнего Севера – вахтами. Замыкают топ-3 вакансии ортодонта в Благовещенске. Ему обещают 300 тысяч рублей на руки. Такую же зарплату готовы платить заместителю начальника строительно-монтажного управления в Свободном. А 230 тысяч обещают специалисту сопровождения и развития автоматизированной банковской системы. 12 спасенных жизней, больше 200 потушенных пожаров, 60 выездов на ликвидацию последствий ЧАЭС и происшествий. Такими достижениями за 2021 год могут гордиться боевые расчеты 12-й пожарной части Благовещенска. 2 февраля исполнилось 30 лет со дня ее образования. По случаю праздника утренний развод дежурных караулов 12-й пожарно-спасательной части города начался с поздравления личного состава. Героев поблагодарил первый заместитель начальника Амурского МЧС России Владислав Бордунов. Двух сотрудников руководитель также поздравил с присвоением очередных специальных званий. В целом же последние три года по итогам работы 12-я часть входит в тройку лидеров среди подразделений Федеральной противопожарной службы области. Славится подразделение и спортивными достижениями личного состава. Со 30 лет существования данной пожарной части на территории подразделения образовался спортгородок с учебной пожарной башней, на которой ежегодно проводятся областные соревнования, а также проводились трижды зональные соревнования, на которые пребывали команды и участницы всех субъектов Дальнего Востока. Теперь немного новостей из мира животных. Жители областной столицы, которые выращивают страусов Эму, ждут пополнения в пернатом семействе. Благовещенцы получили яйца от посредников и поместили их в инкубатор. Там они пролежат около двух месяцев при комфортной температуре 36 градусов, при этом влажность должна быть минимальной. Также их регулярно переворачивают. Это, по словам хозяев страусов, способствует правильному формированию птенцов. Появиться на свет они должны в марте, пишут корреспонденты Порт-Амура. Кстати, у благовещенцев уже живут два страуса-подростка. Они вылупились в июне прошлого года. Птиц зовут Эмма и Эммик. Зиму они переживают в отдельных помещениях. В теплое время года любят побегать по двору, рассказывают хозяева. Выручалочка. Так ласково в ГСТК называют машину торнадо, которая за считанные секунды превращает дерево в мелкую щепу. К тому же специалистам теперь не нужно вывозить ветки из городских улиц. Их перерабатывают на месте. Помогает техника и конно-спортивным клубам. Зимой их постояльцы особенно остро нуждаются в подстилках из природных материалов. Поэтому общественники попросили мэра Олега Имамеева подключить спецмашину к решению этого вопроса. Городоначальник инициативу поддержал. Алена Левкалова продолжит. Железным зубам хватает всего несколько оборотов, чтобы превратить новогоднюю красавицу в тысячу опилок. В конном клубе «Контур» этот материал на вес золота. Мелкие древесные частицы здесь используют как подстилку для лошадей. Зимой с этим возникают трудности. Лесопилки не работают, поэтому щепа становится дорогим удовольствием. В месяц обходится примерно в три тысячи рублей. Мы попытались закупить большую партию осенью, а сейчас у нас уже на исходе. То есть там буквально несколько мешков осталось, и лошади начнут, так сказать, жить в нечистотах. Вот у нас экономный режим – 10 мешков в день. Вот. Вообще, если использовать, ну, чтобы нормально было, по нормам, то два мешка на одну лошадь уходят. У нас в конюшне содержится постоянно 6 лошадей, остальные лошади вот на улице. Помочь решить проблему с нехваткой опилок «Конному клубу» решили городские общественники. Попросили мэра Олега Имамеева помочь с переработкой елей, которые украшали дома горожан в новогодние праздники. Мэр инициативу поддержал. К месту назначения деревья доставили специалисты регоператора по обращению с ТКО. Раньше увозили их на полигон отходов. Перерабатывают елки на месте специалисты ГСТК с помощью торнадо. По скорости спецмашины свое название оправдывает. Грубо говоря, где-то вот если мы сегодня 30 елочек переработали за 10 минут, то вот ее производительность здесь и высчитывается. Как самой производительности в кубатуре, ее ни в технических характеристиках нигде нет. Рады опилкам не только в «Контуре», но и в двух других городских организациях. Они также подавали заявки на щепу в мэрию. В управлении ЖКХ рассказали, все отработали. Всего в переработку ушло 130 хвойных. В текущем году очень хорошая практика, насколько я считаю, что очень хорошая. Именно не простая утилизация елок, которые массово тысячами выбрасываются, а хотя бы в небольшом количестве мы попробовали их перерабатывать, чтобы они приносили пользу. Региональный оператор пошел навстречу, то есть именно в плане вывоза елей, скажем так, бывших в употреблении на вот эти конные клубы и животноводческие организации. В планах городских властей в следующем году практику переработки продолжить. Только собрать побольше деревьев, которые, кстати, горожан просят правильно готовить к выносу. Не оставлять на ветвях мишуру и скотч. Четвероногого охранника заметили в Чигирях. На видео, которое появилось в интернете, видно, что собака породы хаски взобралась на крышу деревяшки и наблюдала за прохожими. Пользователи соцсети удивились, как животное туда залезло. Однако, судя по кадрам, пес чувствовал себя комфортно и не торопился спускаться вниз. На этом у меня все. Еще больше новостей читайте на сайте tvgorod.rf. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok